Мгновенный взрыв и несколько этажей в огне. Помещение заполнил черный дым. Пожар на улице Корунково из-за Свиярского района застал врасплох жителей дома. Услышали сильный взрыв такой. В окно посмотрели. На ложе вышел. Смотрю, через какое-то время еще один хлопок. Ну, дым болел с третьего, с второго этажа. Горел, подъезд горел, лишнюю клетку. На месте работали все экстренные службы, скорая помощь, МЧС, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и другие. Силами личного состава пожарной охраны и спасателей проводилась эвакуация жильцов. Всего было эвакуировано 87 человек, в том числе 12 детей. К сожалению, трое погибли. Двухлетний мальчик, его 35-летняя мама и их соседка. Женщина, 88 лет. Двое жителей дома попали в больницу с отравлением продуктами горения. В пятницу вечером к нам поступили двое пациентов с места происшествия. Женщина 75 лет и парень 35 лет. Оба были с диагнозом отравления продуктами горения. Были помещены в реанимацию в связи с дыхательной недостаточностью. Ночь провели в реанимацию под кислородом. Как сказал зав. отделением токсикологии, сейчас оба пациента пошли на поправку. Еще один из пострадавших, мужчина 35 лет, находящийся в реанимации с ожогами четвертой степени, скончался. В его квартире нашли самогонный аппарат с самодельной газовой горелкой. Предварительно его некорректная работа и стала причиной происшествия. Также в онлайн-ресурсах есть версия, что взорвался газовый баллон. При пожаре пострадала конструкция жилого дома. Повреждены шахты лифтов и лестничные пролеты. В результате динамического воздействия были приподняты и опустились не в свое проектное положение, а со смещением до 50 мм. Сейчас найдено техническое решение, что делать. Эксперт вместе с подрядчиком уже находится на объекте. Все необходимое оборудование уже завезено. И как раз в это время они начинают установку оборудования. Лестницы планируют отремонтировать в ближайшие два дня. Другие восстановительные работы продолжаются. Помимо этого практически полностью сгорели четыре квартиры. Их собственники сейчас проживают в гостиницах. Мы продолжим следить за развитием событий.